Новая война в Южной Америке. Путин и цирк с выдвижением в президенты. Российскую блогершу Юлию Фитнес наказали в Ереване за трэшовый контент. Челлендж «Свистни елку у местных и поставь в центре города» между администрациями регионов. Целые поселки идут греться в аэропорт из-за отключения электричества в домах. Всем привет! С вами Карина Клышун и это «Проект в тренде». Собрала для вас достаточно интересные новости из мира Зазеркалья. И не только. Нам будет что с вами обсудить. Это я вам обещаю. Ну что, начинаем! В Южной Америке может разгореться война между Венесуэлой и Гаяной. Причиной этому есть спорные территории Эсекиба, принадлежащие Гаяне. Там обнаружили огромные запасы нефти. Власти Венесуэлы провели референдум о присоединении богатого нефтью региона Эсекиба. В Гаяне считают, что результаты этого референдума хотят сделать поводом для попытки аннексии территории. По словам главы Национального избирательного совета Венесуэлы Элвиса Аморосо, более 95% избирателей одобрили все пять вопросов референдума. А всего «за» было отдано как минимум 10,5 миллионов голосов. Насколько правдивые данные, никто не знает. Ряд политиков уже обвинили власти в фальсификации. Такой сценарий мне что-то напоминает. Ах да, Путин. Окупация украинских территорий и такие же референдумы по таким же причинам. Как рассказал общественный деятель из США, член республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что Путин в целом заинтересован в развертывании разных конфликтов в мире. Ему важно отвлечь Запад от войны в Украине. Венесуэла уже давно находится в сфере российского влияния. Кремль вполне может организовать войну, даже просто создавать там информационное давление. Напряжение на границе не спадает. Сам же Путин решил, он идет в президенты. Неудивительно, правда? Об этом Бункерный рассказал Артему Жоге, с которым пообщался после церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Этот герой очень слезно просил, дабы Путин баллотировался. Вы так много сделали для нашего Донбасса. Совет Федерации назначил выборы президента Российской Федерации. И я в лице всего нашего народа, всего Донбасса, наших посоединенных земель, хотел бы просить вас принять участие в этих выборах, потому что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению, мы получили свободу, право выбора. И мы хотим принять участие в выборах президента Российской Федерации. И вы, наш президент, работы очень много. Еще нужно интеграция, пройти интегрирование, социальную связь во все другие экономические форматы и чисто просто обычной человеческой мирной жизни. И под вашим руководством мы бы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда, вы нужны нам, вы нужны России. Спасибо большое. Не буду скрывать, в разное время у меня были разные мысли. Но сейчас вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принять решение. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации. Интересно, в выборах какой страны? В России уже давно нет президента. Царь есть, президента нет. Казалось бы, совершенно случайное выдвижение в президенты. Народ попросил, он и пошел. Но, если посмотреть немножечко внимательнее на данный спектакль лицемерия, можно увидеть много деталей. К примеру, Жога совершенно случайно уже стоит, пока все сидят. Потом он совершенно случайно бежит к Путину. За ним совершенно случайно бегут СМИ. И ФСО, ну совершенно случайно, их к Путину пускает, отсекая при этом остальных в зале. Ох и клоуны. Вот вам информация на подумать. Если Путин будет избран на еще один шестилетний срок, он превзойдет Сталина, который руководил Советским Союзом с 1924 по 1953 год. И станет самым долгоправящим головой российского государства. Со времен императрицы Екатерины Великой в 18 веке. А толку? А ведь есть же люди, которые во все постановы Кремля верят. Боготворя от Путина восхищаются своим царем. Живут, правда, в дерьме, но ведь же Путин. Вот вам наглядный пример отсутствия у путинского электората как критического мышления, так и банального инстинкта самосохранения. 13 тысяч, очень мало. На одно лекарство уходит только 2,5. В марте 2024 года за кого будете голосовать? За Путина. Почему? Что он сделал? Потому что он поднял Россию. Что у вас тут пенсия 13 тысяч, это поднял? Что? Ну и что? Ну, пенсию не поднял, но Россию поднял, да. Пенсии не поднял, но Россию поднял? Да. Оригинально, конечно. Не, ну а что? Не жили богато. Нечего и начинать. Друзья, а что вы думаете по этому поводу? Можете смело писать свое мнение в комментариях. А также не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. У нас тут много интересного. Ну, а кто точно рад такому выдвижению в президенты? Это отряды Путина. Они прямо загуляли. Ура! Ура! Да, это ура. Да, опа. Ну, а не надо. Это Путина. Это самое главное. За Путина. Ура! Какое событие ждали? Ждали, ждали, ждали. Вадим, 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 Вадим! У нас организация очень рада, что мы остаемся в вашей команде. Предвыборный штаб Васильевича отмечает. Как можно понять, только такое голосовать и пойдет. И если в России и найдется человек, который будет против Путина, то в живых его точно могут не найти. Будь ты простой человек или же военный, ты будешь предателем Родины. Соловьев решил рассказать, что же надо делать с такими. Просто послушайте. Но, конечно, не хватает законодательной базы. Мне кажется, что необходимо принимать законы, которые четко будут регламентировать, как поступать с этими гражданами. А поступать с ними надо по законам военного времени, высшей формы, как это было раньше, пролетарской защиты. Создать военно-полевые суды на новую территорию. Поэтому надо и создать военно-полевые суды. Было введено повешение и каторжная работа специально в годы Великой Отечественной войны. Хочу напомнить, это как раз наш мир. Для предателей. А кто они еще? А кто они еще? Диверсанты и предатели? Предатели, нацистские преступники. Вешали и немцы. Совершенно верно. Атаковал аэродром, взорвал железнодорожный путь. Он что, не предатель? Конечно. Предатель. Поэтому как раз вешать, так же, как эту тварь, которую погубила Владлена Татарскую. Не показывать все время и выяснять, что случилось, а вешать. Вешать. Потом тела сжигать и развеивать. Чтобы не было и могил, как мест потенциального поклонения. А Соловьев за Киевой не хочет отправиться. Какой же противный. Тем временем в Ереване немножечко проучили российскую скандальную блогершу Юлию Фитнес. Она стала известна своими постами в личном телеграм-канале, где рассказывает о наркозависимости и показательно конфликтует с людьми. В Ереване она тоже решила засветиться и начала творить дичь вместе с напарником. Кидай! Кидай, что ли! Чайки дай! Сейчас, дай, дут нам любить. Ты полностью снимаешь. Полностью? Там вы не можете. Давай! Там. Прошу вас. О, да! Не надо так. А, у меня потекло просто. А! 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 О, да, что? Там камера есть. Ну, п***, мы на задницу посмотрём, мой Бог. А ч*** показать? А где? А где камера? Да п***, показывай. Показывай. Просто вытащи на пол, на пол, вытаскивай. Переворачивай, п***. П***, кидай. Могилу, п***, Жанна Хадырилов. Топчись на них теперь. Нет. Топчись, топчись. П***, п***. П***имся. Давай, прыгни. Но местные активисты скандальную блогершу поймали. Сбрили волосы, облили марганцовкой и заставили биться головой об стену. Этой особе в итоге пришлось извиниться. Могу эту стену за бабушку один раз. Хорошо. Если плохо ударишься, то я тебе, хорошо? Давай. Отлично. Молодец. Теперь, следующее. Таксистом как ты говоришь? Как ты с таксистами разговариваешь? Наверное, не уважительно. Да, да, очень. Писала в центре Еревана, да? Не помню, да? Видео показала. Я. Но, как сказала блогерша, с ней они обошлись еще очень хорошо. Ну, знаешь, они еще типа человечно поступили. Они просто пришли, побрели меня на лосы, заставили извиняться, облили какой-то хуй. Мне бы могли выбить зубы, мне бы могли изнасиловать, мне бы могли переломать конечности, мне бы могли сломать все телефоны. Но они добрые люди, и они сделали только такое. Я считаю, это заслуженно. Поэтому теперь она возвращается на болото. Туда таким и дорога. А на России региональные власти продолжают челлендж «Свистни елку у ближнего своего». Недавно на Урале чиновники украли елку у местной жительницы, чтобы установить дерево на главной площади города Миньяр. Хозяйка участка, где свистнули елку, рассказала, что эту елку посадил ее муж 41 год назад. Памятка. Поэтому администрация не должна остаться безнаказанной. Эту эстафету приняли даже в поселке Ордата в Нижегородской области. Местная жительница еще 60 лет назад посадила дерево вместе со своим отцом. А теперь, когда она уже стала пенсионеркой, к ее дому пожаловали некие люди с техникой. И в сопровождении полиции спилили ель. Буквально заставив бабушку плакать. Вот она, богатая сверхдержава. И уже по традиции, наилучший комментарий за данную новость я покажу в своем следующем выпуске. Поэтому не стесняйтесь, пишите в комментариях, как вам. Кстати, вот этот комментарий, как по мне, прекрасен. А в Питере парочка решила организовать свадьбу в российских народных костюмах. Казалось бы, а почему нет? Идея хорошая, главное, патриотично. Но, россияне, не делайте так, ибо вас не распишут в ЗАГСе. Этой парочке сказали снять кокошники, ибо церемонии не будет. В Санкт-Петербурге запретили съемку во дворце бракосочетаний во время свадьбы из-за того, что посчитали костюмы карнавальными. Это были костюмы в традиционном гражданском стиле. Вот что говорят об этом сотрудники дворца. Пожалуйста, бумаги, по которым нельзя фотографовать. То есть там же не... Ну, правда, у нас это можно, но церемония должна проводиться если традиционный кандидат на праздничный день. У нас традиционная русская, мы находимся в России, у нас славянская свадьба. Парень с бракосочетаний, да, мы празднием похож на... Все вернее, но... Ну, если не есть каких-то атрибутов вот таких вот? Ну, вот, вот, невеста же стоит. Ну, пожалуйста, я вас не видела, я просто видела вот у вас, да. Ну, мы снимаем все. Да, пожалуйста, если никаких атрибутов нет, то пожалуйста. Это подружки-невесты, вы видите их костюмы, и, как видите, ничего такого совсем страшного и коронавального тут нет, за исключением кокошников. Парадокс, что съемки все-таки разрешили, после того, как гости сняли кокошники. Как вы считаете, насколько это справедливо и право-моро? А что такое? Слишком скрепно получилось? В России вроде как кокошник – это символ гордости, но нет, атрибут какой-то. Да там и вся Россия какой-то атрибут лишний. Ну, вот у жителей Хакасии что-то как-то не наблюдается праздничное настроение. Местные всем селом поехали греться в аэропорт. Из-за того, что в 30-ти градусный мороз в их домах отключили электричество. Вот такие вот у нас проблемы. Всем село Калинино приехали в аэропорт города Абакан с детьми, женщины, мужчины. Греться? В другой ситуации у нас просто мы не видим выхода из ситуации. Просто как ехать вот в аэропорт. Власти, конечно же, держат все под контролем. Но чтобы провести восстановительные работы, обесточили еще два села. А все потому, что к бедности, как людей, так и критическую инфраструктуру России приводит война. Война, которую начал Путин. Украинские военные продолжают бороться за каждый сантиметр своей земли. И выгоняют оккупантов или же домой, или же к обзону. И делают они это невероятно красиво. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова